В жизни каждого из нас были такие периоды и есть, когда нам очень хотелось что-то сделать, но мы долго это откладывали, не начинали, саботировали, почему-то не делали. И кто-то говорит, что тебе просто нужно собраться и сделать, кто-то говорит, нужно захотеть, там, побороть свою лень. Но на самом деле компонентов в этой формуле, которая заставляет нас что-то делать или не делать, гораздо больше. И об этом я сегодня вам подробно расскажу. И действие может быть любое. Например, вы хотели начать учить иностранный язык, но долго откладывайте, начать делать утреннюю гимнастику, йогу, заниматься спортом или бросить курить. Любое действие от учебы и от самого простого, заканчивая самым сложным, происходит по этой формуле. И эта формула родилась у меня совершенно случайно в разговоре на консультации с одной из моих клиенток. Я знаю, что она смотрит это видео. Татьяна, огромный привет вам. И рассуждая на тему того, почему она что-то делает, а что-то не делает в своей жизни, родилась эта формула. Но я бы хотел, чтобы вы сегодня были активными участниками этого видео и в комментариях писали, насколько те или иные компоненты этой формулы вам откликаются. Может быть, с чем-то вы готовы поспорить. А может быть, что-то я не учел, и вы бы хотели дополнить. И ваши советы и рекомендации будут для меня очень ценными. Сегодня будет такая математическая лекция, так как я сам по складу ума такой логик. Поэтому настройтесь, садитесь поудобнее, можете заварить себе чай или кофе. И внимательно слушайте, можете какие-то вещи записать, потому что, на мой взгляд, эта формула отражает, как вообще что-либо мы делаем в своей жизни или не делаем в принципе. Итак, я предлагаю, по мере того, как я буду рассказывать эту формулу, вам сразу применять на каком-то действии, которое вы хотите сделать, но по какой-то причине не делаете. Откладываете, лентись, как угодно это можно называть. Для примера я возьму, ну, такое действие, как, например, мне бы хотелось начать учить иностранный язык, любой язык, какой-то конкретный иностранный вы можете взять, но я этого не делаю, ну, образный я, да, речь не про меня конкретного. Вы можете взять свое действие, не знаю, вы пишете курсовую, вы хотите устроиться на новую работу, вы хотите пойти на какие-то курсы, заняться спортом, йогой, начать правильно питаться, что угодно. Возьмите свой пример и давайте вместе его разложим на атомы по этой формуле, которую я буду преподносить. А во второй половине этого видео я расскажу, как и что можно сделать с самим собой, чтобы, благодаря пониманию этой формулы, сделать так, чтобы действие все-таки началось, чтобы вы начали действовать в том направлении, в котором хотите, но долго откладываете. Итак, формула состоит из следующих компонентов. Первое, но это не значит, что важно, и вообще последовательность может быть любая в этой формуле, но первое, это буква N. Можете прямо ее записать, она появляется у вас сейчас на экране, буква N. Что это такое? Это недовольство настоящим моментом, недовольство ситуацией, связанной с тем, что вы хотите сделать. Например, в моем примере, в моем случае, я бы хотел начать учить иностранный язык, но не делаю. И если я живу где-то за границей, где говорят на этом иностранном языке, то недовольство настоящим моментом становится для меня сильным, потому что каждый день, скорее всего, я сталкиваюсь с тем, что мне сложно объясниться, сложно разговаривать с носителем этого языка. Если я живу в другой стране, допустим, в России, где не говорят на этом иностранном языке подавляющее большинство, то я практически нулевой дискомфорт испытываю в связи с этим. То есть буква N в формуле достаточно низкая, то есть практически равна нулю. Если я, например, работаю в какой-то фирме, где знание иностранного языка обязательно, и я сталкиваюсь по роду своей деятельности с тем, что мне нужно объясняться на иностранном языке, либо читать документы, то буква N в формуле снова становится значимой. И сейчас я забегаю вперед, скажу, что формула — это некое неравенство. Вот левая часть, которую мы сейчас с вами начали рассматривать, сумма компонентов левой части, должна быть больше суммы компонентов правой части. То есть перевешивать вот то, что слева, должно перевесить то, что справа, тогда действие начинается. Если хотя бы чуть-чуть компоненты с правой части перевешивают, то сколько бы мы не хотели, сколько бы мы не говорили о том, что нам важно это делать, мы все равно не делаем это действие. Итак, первое — это недовольство настоящим моментом. То, с чем я в моменте сталкиваюсь, неприятно из-за того, что я не делаю что-то. Второе, следующий компонент — это сила, желание будущего. То, например, где я знаю иностранный язык, то, например, где вы устроились на новую работу, то, например, когда вы вышли замуж или женились. Ну вот то действие, которое вы откладываете, или то, когда вы похудели. То есть картинка желаемого будущего, но важно не просто картинка, да, сила желаемого будущего, но еще умножена на вероятность, на веру. То есть насколько я верю в то, что я могу это достичь. Потому что картинка может быть красивая, но внутри есть сомнения, что я смогу это сделать, что это вообще осуществимо. Например, сила моя лично может быть сильной полететь на Марс, но вера в то, что я могу это сделать, нулевая. И, соответственно, компоненты этой формулы тоже становятся нулевая. Дальше, следующий, третий пункт — это сила нежелательного будущего, умноженная на вероятность. То есть если я продолжу дальше не делать это, то к чему меня это приведет? Да, какое нежелательное будущее может быть? И кто-то понимает, что ну вот не учу я английский или иностранный какой-то другой язык, ничего страшного, я продолжаю жить в русскоговорящей стране, все хорошо, и мне это не пригодится. Или ничего страшного, есть у меня лишний вес, или там не делаю я йогу, или зарядку, да ничего страшного, живут же как-то люди, ну да, кто-то чем-то болеет, все нормально. А кто-то, может быть, видит на своем примере своих близких, как это негативно сказывается, то, что я не делаю то, что я хочу делать. Или там вам нужно начать писать курсовую работу или дипломную работу, и вы откладываете. Но если вы понимаете, что если вы продолжите откладывать и дальше не сделаете, то будет очень плохо, да, там, не знаю, вас отчислят из института, вы не получите диплом, заберут в армию или еще что-то, то вот это как раз становится той горящей свечкой сзади, да, которая сжется и говорит, ну-ка давай вставай и делай. То есть вот в этой формуле сила нежелательного будущего – это вот эта свечка сзади. Но она также умножается на веру, то есть на вероятность того, что это событие будет в нашей жизни. Потому что нас могут пугать и говорить, что ну вот смотри, если ты не бросишь курить, то у тебя, не дай бог, ну там будет рак легких. Ну и вы так побаиваетесь, вроде бы, сила нежелательного будущего сильная, но не верите в это. Ну а вдруг меня пронесет, да, какая вероятность? И тоже эта компонента понижается. Да, забыл сказать, что предыдущий компонент силы желаемого будущего – это та самая морковка спереди. То есть мотивация желаемого будущего, за которой я бегу и иду. Например, видение того, как здорово, если я буду владеть там иностранным языком, как легко я смогу общаться, как легко я смогу говорить, особенно если мне это каждый день нужно. Если же мне это нужно редко, то эта картинка, ну в моем случае, например, я мог бы вести YouTube-канал на английском языке. Круто, круто, мотивирует меня лично это? Ну на данном этапе нет. Верю ли я, что я могу это сделать? Ну да, вера большая, нужно просто сесть и делать, но сама картинка не так привлекательна для меня, да, на данный момент. Хотя, может быть, каких-то компонентов я не понимаю, не знаю. Следующий пункт в этой формуле – это удовольствие. Буковка У, обозначающая удовольствие. И, как вы понимаете, эта компонента, она очень изменчива в течение даже дня. От одной и той деятельности мы можем получать удовольствие и можем получать неудовольствие. То есть это именно удовольствие от процесса. Кстати, предыдущие компоненты, они тоже могут меняться. Когда-то нас мотивирует сильно желаемое будущее, когда-то не мотивирует. Ну вот, проснулись мы и думаем, да и ладно, с этим английским языком не так уж он и важен. Или, ну и ладно, что у меня лишний вес. Ну да, тяжеловато зашнуровывать там шнурки, да, ничего страшного. То есть они могут варьироваться в течение дня, в течение каждого дня. Это и есть объяснение того, почему можем 10 дней делать, потом 2 недели не делать. Или там месяц делать, потом 1 день пропустить. То есть потому что эти компоненты всегда в динамике. И это то, о чем мы чуть позже поговорим, как на это влиять, как стационарно их зафиксировать для себя, да, чтобы всегда мы делали то, что наметили. Так вот, удовольствие, оно может быть как со знаком минус, так и со знаком плюс. У меня буквально недавно был интересный пример. Я сам начал уже 3 недели практиковать утреннюю йогу, буквально короткую, 10 минут, сурья, намаскар. И вчера я ее не сделал. 3 недели делал, а вчера не сделал. Почему? Потому что, ну, я там немножко поднимал тяжесть до этого, и у меня заболела поясница. И 3 дня я делал, у меня есть цель, у меня есть желаемое будущее. Но в какой-то момент я понял, что нет, сегодня я не хочу делать, потому что те движения, которые там есть, мне вызывают боль. То есть это не то, что удовольствие от процесса, это не удовольствие. И поэтому левая компонента стала меньше, потому что удовольствие стало со знаком минус. То же самое учить английский язык. Бывают преподаватели очень скучные, очень неинтересные, и удовольствие там скорее превращается в неудовольствие. А бывает, вы учите английский язык, например, с очень интересным преподавателем, или классным тренером, занимаетесь по фитнесу. Или учите иностранный язык по любимым фильмам, или по любимым песням. Это гораздо более приятный процесс. Любой процесс практически можно сделать более интересным. Да, об этом мы чуть позже поговорим сегодня. То есть буква У, это удовольствие от процесса, не от результата, когда я что-то достигну, а именно от самого вот этого рутинного процесса, насколько он приятен мне. Та же самая, например, практика, ну или там поставили вы цель бегать по утрам. Хорошо, вчера вы бегали, позавчера бегали, сегодня дождь, не знаю, кроссовки натирают, и вы не выспались, поздно заснули ночью. Все, конкретно в моменте удовольствия бежать намного меньше, и вы не бежите, например, потому что компонента этой формулы уменьшается. Ну и пятая, на мой взгляд, завершающая компонента в этой левой части формулы, это понимание шагов, то есть некий план, умноженный на вероятность, что эти шаги можно совершить. То есть бывает так, что что-то сделать, достаточно очевидные шаги. Но тот же иностранный язык ты можешь учить сейчас, в наш век, достаточно просто. Возьми любой учебник, скачай любое приложение, открой, не знаю, какой-нибудь мультфильм, даже с мультфильма же можно начать на английском языке, вот ты уже его учишь. Но есть менее очевидные шаги, например, как создать свое дело, создать свой бизнес, или, знаете, такой крайний пример, выжить где-то, или избавиться от какой-то болезни. Ты бы рад, у тебя дикие, все пункты формулы очень огромные, но не хватает понимания шагов, что сделать, кому обратиться, какой первый шаг сделать, и насколько я верю, что эти шаги мне помогут. Например, я вам скажу, вам нужно встать, каждое утро вставать 30 дней и копать яму 30 на 30 метров, и вы гарантированно станете очень богатым человеком. Даже у вас, если есть сильное желание стать богатым человеком, но вы не верите, что эти шаги вам помогут, ну а справедливости ради вряд ли они вам помогут, то тогда вы не идете и это не делаете. То есть это такой тоже отрицательный становится фактор. Еще разок, то есть пятая компонента, это понимание, какие шаги нужно сделать, и вера в то, что эти шаги принесут результат. Теперь давайте поговорим о том, что лежит в правой части этой формулы. То есть компоненты, сумма компонентов в левой части должна быть больше суммы компонентов в правой части. Но в правой части намного меньше компонентов и всего два. Первый компонент это ресурсы, которые нужно потратить, и вероятность то, что именно эти ресурсы нужно потратить. То есть смотрите, умножено на вероятность. Смотрите, когда вам нужно начать учить иностранный язык, вы понимаете, что для этого нужно тратить свое время точно, свои умственные силы, энергию. Вам нужно, возможно, ездить в какую-то школу, если вы видите только такой вариант решения этого вопроса. То есть это могут быть деньги, время, силы, умственные затраты, ну и так далее. И вероятность того, что это нужно потратить. То есть если вам кто-то скажет, ну, возможно, тебе придется это сделать, а возможно, не придется. Ага, может быть, не придется. Вероятность маленькая, что придется столько ресурсов затратить. И, кстати, нередко ведь мы ошибаемся. Почему я добавляю везде здесь практически вероятность? Потому что мы прикидываем в своей голове, сколько удовольствия я получу или там выгод каких-то, и сколько ресурсов я потрачу. Прежде чем что-то сделать, мы всегда это делаем. Даже в животном мире любое млекопитающее, образно говоря, обезьяна, прежде чем карабкаться по пальме за бананом, она прикидывает, насколько это необходимо для ее выживания действия, и сколько ресурсов она на это потратит. Так же и мы примерно взвешиваем, но это все вероятности, что нам придется сделать для того, чтобы достичь цели. И нередко, кстати, мы ошибаемся. Нам кажется, что нужно будет потратить меньше ресурсов. Нам кажется, о, сейчас, знаете, когда с Нового года мы все решаем начать худеть, но когда втягиваемся в бой, как говорится, понимаем, что ого-го, тут оказывается пахать нужно. Или в учебу какую-то идем, да, нам кажется, что все будет легко и играючи. Оказывается, это рутина, это нужно заставлять использовать свою силу воли, а это тоже ресурс, который мы тратим, энергию, и неверно оцениваем. И поэтому, в том числе, получается, формула корректируется каждый день в нашей голове. Итак, ресурсы умножены на вероятность их траты. И второе плюс — это скрытые выгоды. Возможно, если вы увлекаетесь психологией, вы знаете, что есть такой параметр, как скрытые выгоды. Почему их так называют? Потому что они не очевидны для человека. Это скрытые выгоды не менять свое положение дел. То есть, образно, если я выучу иностранный язык, я стану, возможно, более значимым сотрудником своей фирмы. Меня будут посылать на какие-то выступления, может быть, на публичные выступления в командировке, а я этого боюсь, например. И мое бессознательное говорит, давай не будем это делать, давай будем саботировать, давай будем это откладывать. То есть, скрытые выгоды — это какие-то процессы нами, как правило, неосознаваемые, почему нам выгодно не делать то, что мы делаем. И нередко эти скрытые выгоды бывают очень весомыми. То есть, это компоненты бывают очень большие. Человек вроде бы по всем другим компонентам тоже, они очень большие. Он понимает, что я этого хочу, что не делать это плохо, но откладывает. Потому что есть какая-то очень веская, неосознаваемая причина не делать это, не уходить с работы, например, не менять место жительства, не начинать худеть. Потому что лишний вес нередко по психосоматике бывает таким, знаете, защитой нашего внутреннего ребенка от насилия психологического, физического, пережитого в прошлом. И поэтому, например, лишний вес, я сам лично сталкивался с этим на своих консультациях, для человека может быть таким спасательным кругом, защитой от того, чтобы не идти вот в похудение, не идти в то, чтобы быть в более комфортном для себя весе. Итак, пять компонентов слева, две компоненты справа. Еще раз подчеркну, я не претендую на истину, я хочу быть с вами в диалоге. Если вы видите, что я что-то не учел, напишите, пожалуйста, в комментариях, что можно добавить там или здесь. И вместе эта формула, как мне кажется, станет более полноценной, насыщенной, и будет помогать больше и мне, и моим клиентам, и вам тоже. Но вообще, как я это вижу на данный момент, что если левая часть формулы хотя бы чуть-чуть больше, чем правая, то действие совершается. Причем примитивное действие от того, чтобы встать, не знаю, встать с дивана и пойти в туалет, или встать и пойти умываться, заканчивая чем-то сложным, постройка какого-то своего проекта, или какой-то длительный, найти, пойти в длительную учебу на пять лет, в университет, например, и закончить, и получить какое-то образование. Все работает, как мне кажется, по этой формуле. Ну а теперь давайте разберем каждый компонент в отдельности, что можно сделать, чтобы желаемое изменение действия наконец-то начало совершаться. Сразу хочу оговориться, что в каких-то случаях какой-то компонент можно изменить, в каких-то очень сложно, и на всяком случае я в некоторых ситуациях не знаю, как повлиять на тот или иной компонент, может быть, вы подскажете. Но я буду разбирать каждый компонент на разных ситуациях и на нашем примере иностранного языка, ну а вы примеряйте на себя. Так, поехали по порядку. Н, буковка Н, недовольство настоящим. Например, в том же самом иностранном языке. Ну, здесь и вообще в любых других моментах, где вам нужно увеличить букву Н в формуле, увеличить абстрактно. То есть она не измеряется в метрах, килограммах, в процентах даже не измеряется. Примерно в чем-то, по ощущениям. Это сделать так, чтобы недовольство от того, что вы не знаете иностранный язык, или там, недовольство от того, что у вас есть лишний вес, стало более ощутимым. Иногда кому-то помогает, не знаю, посмотреть на себя в зеркало. Иногда кому-то помогает понять, каких возможностей он сам себя лишает в моменте. Иногда кому-то помогает задать себе вопрос, это все, на что ты способен? Вот просто откладывать, жаловаться и ныть. Ну, это не совсем психологические такие вопросы, да? Возможно, у кого-то из вас вопрос возникает, а вы точно психолог? Но такие, знаете, жесткие коучи и тренеры иногда мягко, но вот такой неудобный вопрос могут задать. А подумай, если вот вся жизнь твоя так пройдет, это вот все, на что ты способен? И человеку становится дискомфортно от того, что он постоянно прокрастинирует, откладывает, и буква N, компонента от буквы N, становится несколько значимым. Но я бы призывал все-таки быть экологичным, мягким, и реже это говорить другому, лучше себе иногда напоминать, что в конкретном моменте я теряю, какой дискомфорт я испытываю, да, поотвечать себе просто на этот вопрос, от того, что я не делаю то, что я бы хотел делать. Двигаемся дальше. Сила желаемого будущего, умноженная на вероятность. Здесь помогут все вот эти коучинговые вопросы для осознавания. Почему для меня важно выучить иностранный язык? Как изменится моя жизнь в лучшую сторону, если я это сделаю? Какие дополнительные возможности появятся в моей жизни? Кто будет гордиться мной то, что я это сделаю? Кому еще важно то, что я сделаю, то, что я наметил? Во имя чего я бы хотел это сделать глобально, да, это вопрос про миссию, ну и так далее. То есть это, грубо говоря, ответы на вопрос зачем, для чего вы хотите то, сделать то, что вы планируете. Это сила желаемого будущего, а вероятность, вторая компонента, это история успеха других людей. То есть это проникаться историями тех людей, которые тоже долго откладывали то же самое, что вы, но сделали. Или не верили в то, что они это сделают, но в итоге делают. Иногда, может быть, замечали, что ты смотришь какое-то короткое видео, там, Reels, Shorts или в ТикТоке, и в какой-то момент какие-то слова так западают тебе в душу, что именно они трансформируют тебя в нужном направлении, и ты начинаешь делать. В моей жизни нередко так бывало. И я потом проанализировал, что все эти слова, они попадали в какую-то из этих компонент. Либо они открывали мне глаза на себя самого, Н, ну, недовольство настоящим, увидеть, да, что в твоей жизни сейчас. Или они говорили мне про будущее, смотри, как изменится твой стиль жизни или твоя жизнь, если ты это сделаешь. Или они говорили про негативное будущее, да, давайте к третьей компоненте сразу перейдем. Это то, когда ты видел, ну, например, как сожалеют люди о том, что они не сделали это в свои годы. Или к чему привело отказа, там, от правильного питания. Или каких возможностей они лишают себя, если не учат иностранный язык, если не обучаются. Или от того, что они не проводят время с детьми. Да, на меня в свое время очень произвело впечатление история отца, который очень сожалел о том, что он мало уделял времени своим детям. И это повысило мою компоненту, вот эту силу нежелательного будущего. Я понял, что я не хочу потом столкнуться с этими эмоциями от того, что я буду сожалеть, что я мало проводил время со своим ребенком. Ну и умножено на вероятность, да, какова вероятность, что это негативное будущее все-таки придет, что оно будет именно таким, как я его вижу. То есть позадавать себе вопросы, да, к чему это может привести, если я так и продолжу прокрастинировать, ничего не делать, к чему это приведет через год, 3, 5, 10 лет. Как изменится в негативную сторону моя жизнь, если я продолжу ничего не менять в своей жизни. Как можно повлиять на удовольствие? Буквка У, да, компонента номер 4. Здесь я бы рекомендовал вам книгу Тимати Голви «Работа как внутренняя игра». Очень классная книга, показывающая то, как в любой рутинной деятельности можно найти какое-то удовольствие, какой-то интерес к игру. Да, вот именно та игра, которая позволяет нам как детям радоваться даже какому-то рутинному процессу. Но, конечно же, здесь можно поговорить о том, чтобы снабдить процесс какой-то, не знаю, увлекательной музыкой, интересными людьми рядышком. Вы знаете, что сейчас даже есть сервисы, в которых люди обучаются, смотрят какой-то урок, но просто одновременно. То есть у нас такой дефицит внимания сейчас, что люди даже просто конкретные, может быть, даже это видео не могут посмотреть спокойно. Им важно видеть, как другие люди тоже в этот момент смотрят это же видео. И тогда, ладно, что, я хуже других, что ли? Я тоже буду это делать. То есть такой фокус на вот этом процессе. И посмотрите на то, какими дополнительными плюшками, дополнительными приятными организационными моментами вы можете сделать процесс более интересным, более увлекательным и более приятным для себя, чтобы даже сам он по себе уже вдохновлял вас и давал вам позитивные, приятные эмоции. Далее. Как мы можем повлиять на пятую компоненту? Это план. Какие шаги нужно сделать? Ну, ответ, наверное, на поверхности. Для этого нужно пообщаться с теми людьми, которые прошли этот путь. Это тренеры, это учителя, это наставники, коучи, психологи, либо специалисты в своей деятельности. В том же бизнесе, который, возможно, вы хотите начать. В той же йоге, которую, может быть, вы хотите начать делать. Пообщаться с тем человеком, который подскажет вам простой, эффективный путь. Два, три, пять шага, которые можно сделать для того, чтобы значительно приблизиться к своей цели. Для того, чтобы начать делать. И понимание, и вера в то, что именно эти шаги вам помогут, будет тоже увеличивать компоненту этой формулы. Хорошо, теперь переходим к правой части, которая мешает нам. По сути, это то препятствие. То, что перевешивает нередко, и в моменте мы не делаем. Итак, ресурсы и вера в то, что эти ресурсы нужно будет потратить. Здесь все, что касается уменьшения затрат ресурсов. То есть, оптимизация процесса самого, который вы хотите сделать. То есть, как сделать так, чтобы вы тратили на это меньше энергии, меньше сил, меньше времени и меньше денег. Это, по сути, основные такие ресурсы. Конечно, есть производные от этого, которые позволят вам не сталкиваться с каким-то барьером, с каким-то оттоком энергии в своей жизни, делая то или иное дело. Например, если мы понимаем, что чтобы преуспеть в чем-то, что вы хотите и откладываете, нужно каждый день, там, три часа без устали что-то делать. Это может быть очень ресурсно затратным. И только наличие каких-то сильных мечт, например, или очень сильного недовольства в моменте может сподвигнуть вас делать то или иное действие. Кстати, я сейчас вспомнил об Оскаре Хартмане. Возможно, вы слышали или читали его книгу «Просто делай, делай просто», где он описывает то, как он побил мировой рекорд по гребле. И сами, кстати, ответьте на вопрос, что в этой формуле было очень сильным компонентом и заставляло его, и заставляет до сих пор тренироваться каждый день в таком диком очень режиме, в гребле, эндур-гребле, в помещении. И более того, стать чемпионом мира, стать рекордсменом мира в определенной дистанции. Можете приводить какие-то примеры. Например, возможно, вы смотрели фильм «128 часов», где молодой парень был зажат в скале камнем, и в итоге он принял решение отрезать себе руку через несколько дней, чтобы спастись. И, возможно, вы помните, что за несколько часов до того, как ему пришло это решение и когда он это сделал, ему было видение о его будущих детях, о его будущем ребенке, который у него должен родиться. И вот эта сила будущего, но вероятностного будущего, это же могло не произойти, была настолько сильной компонентой, что он пошел на очень большой и очень ресурсозатратный с точки зрения боли и невыносимых переживаний эмоционально-психических, чтобы сделать это. То есть даже в самых нечеловеческих условиях какие-то компоненты настолько сильны, что мы готовы потратить очень много ресурсов для того, чтобы это сделать. Так вот, посмотрите, как вы можете уменьшить затрату тех ресурсов, которые у вас есть для того, чтобы сделать то, что вы откладываете. Ну и завершающий компонент в правой части — это скрытые выгоды, неосознаваемые выгоды. Конечно, честно скажу, самому это далеко не просто осознать и понять. Мы психологи также проходим периодически супервизию и индивидуальную психотерапию. Я до сих пор периодически хожу к своему психологу для того, чтобы понять многие свои процессы, которые меня тормозят в чем-то, в которых я действую неэффективно. И в том числе для того, чтобы понять какие-то свои скрытые выгоды. И психолог — это тот человек, который может со стороны посмотреть и помочь вам осознавать, что вам мешает или что вас заставляет быть в том негативном состоянии, оставаться в том, грубо скажу, болоте, в котором вы есть, и прокрастинировать, откладывать и не делать то, что вы так хотите сделать. Это, может быть, вы попробуете ответить и найти это, ответив на вопрос, с чем неприятным я столкнусь, если я достигну свою цель. С чем дискомфортным я столкнусь в своей жизни, если я буду делать то, что я откладываю. Как поменяется моя жизнь с точки зрения минус, если я буду это делать. И вот задавая себе вопросы такие, не всегда это получается легко и самостоятельно сделать, но можно понять, какие скрытые выгоды есть конкретно у вас, чтобы прокрастинировать и не делать то, что вы так вроде бы хотите сделать. Ну что, друзья, на мой взгляд, получилось достаточно объемное. Я старался, чтобы разные ситуации, которые встречаются в нашей жизни, подходили под эту формулу. Мне бы очень было интересно и хотелось бы, чтобы вы примерили свои истории, свои ситуации, которые вас привела на это видео, примерили под эту формулу и посмотрели, какого компонента лично вам не хватает в формуле сейчас усилить, да, или какой компонент очень сильно сопротивляется для того, чтобы вы начали действовать и делать то, что вам хочется. Ну и, конечно же, пишите какие-то дополнения, делитесь своим видением того, насколько это рабочая, нерабочая формула, как она у вас раньше работала или не работала, и что стоит подправить или добавить для того, чтобы формула была более наполненной и полноценной. Ставьте лайки этому видео или дизлайки, если хотите, делитесь своим мнением в комментарии, делитесь этим видео, возможно, оно кому-то поможет. Также подписывайтесь на мои соцсети и буду рад вас видеть на моих видео в следующий раз. Удачи вам и активных действий благодаря этим знаниям, которые получили в этом видео. Пока!